Добрый вечер, в эфире телеканал Астанам, программа Статус Кво, и мы ее ведущие Оксана Петерс и Динара Саджан. Сегодня у нас в гостях известный политик, глава агентства по делам госслужбы Алихан Байменов. Добрый вечер, Олег Халм Хамедевич. Добрый вечер. В прошлом году вы вернулись в ряды высокопоставленных чиновников, заняли должность главы агентства по делам госслужбы, но при этом вам пришлось оставить должность лидера партии Ахжол. Вы не жалеете о своем выборе? Нет, так как любой живой организм, каковым является и партия, нуждается в обновлении и приток свежих сил продлевает жизнь этой организации. Вносит новые краски, новые содержания. Я удовлетворен, что сейчас Ахжол имеет фракцию в парламенте. Какие у вас отношения на сегодняшний день складываются с Азатом Перуашевым? Он советуется с вами по партийным делам? У него достаточно опыта, и я не сторонник того, чтобы после ухода из какой-то должности мешать или надоедать советами. Я пока вижу, что для нынешней политической системы Казахстана Ахжол достаточно конструктивно и умело проводит свою работу. С ним отношения нормальные. Ну, а это все-таки ваша организация? То есть это была ваша партия, где вы, то есть структуру, вы же создавали ее, да? Здесь надо иметь в виду, что партия имеет принципиальное отличие от бизнеса в том, что учредители партии не имеют никаких привилегий в отношении организации. И никаких долей за ними не закрепляется, в отличие от бизнеса. Поэтому партия, допустим, через 20-30 лет, это уже партия того поколения будет. А учредители могут в это время быть на другой работе. Они заложили основу, они должны уметь радоваться тому, что их последователи достигают. А как вы думаете, что лучше, иметь партию или крупный бизнес? Что для вас главнее? Мой жизненный путь показывает, что для меня, начиная где-то с 30 лет, наверное, общественные дела всегда были важнее. И другой вопрос, что в советской системе я не мог, наверное, в принципе реализовать себя, как общественный деятель или политик, с учетом тех противоречий, того конфликта, который у меня был с той системой. Ну, наверное, как я мог бы реализовать себя, как ученый. Вы знаете, что вас называют самым непотопляемым политиком? Ну, не знаю. В морской бой со мной не играли, наверное, те, кто называет меня так. Ну, просто я руководствуюсь тем, что в любом положении можно найти дело, которое, во-первых, полезно стране. Во-вторых, которым нуждается часть населения. И, в-третьих, ну, которое работает на будущее. Вы говорили, что нужно полностью отдаваться своей работе, не строить планы на будущее относительно карьерного роста. Вот я читала одно из ваших интервью, это был 2003 год. Вот уже спустя 8 лет ваше мнение не поменялось? Нет. Вы строите планы на будущее, или это касается только вашей работы? На такой же вопрос я уже отвечал и через 8 лет, в 2011 году. Дело в том, что если все время забивать свою голову какими-то прожектами будущего, отдаленными своими перспективами, то можно потерять опору, потерять контакт с землей. А вы ожидали, что вас назначат председателем агентства? Я не ожидал, что именно так обернется для меня персонально. Я больше в тот период думал о том, чтобы партия к своему десятилетию пришла с какими-то успехами в политике и с достаточно серьезной материально-технической базой. Но тем не менее вы вернулись в родное агентство. Президент, назначая госслужащих руководителями разных ведомств, всегда исходит из того, что в данный момент, в данном направлении нужно либо проводить какие-то серьезные реформы, либо стабилизировать. Исходя из этого, наверное, и подбирает кадры. А что изменилось с вашим приходом в агентство? Вы успели уже сделать какие-то серьезные шаги? Или это еще в планах? Потому что мы слышим очень много интересных заявлений. Вы сказали по поводу командного перемещения в госорганах. Ваше последнее заявление, мне понравилось, о том, что на самом деле это замечают даже не только политики, не только госслужащие. Это заметно всем казахстанцам. Как только первый руководитель приходит на какую-то должность, как правило, люди, не имеющие даже отношения к этой профессии, они тоже следом идут за ним. Во-первых, когда президент назначал меня, он сказал, тебе нужно скрывать проблемы, не скрывать их от общества, обнажать и искать пути решения, проводить серьезную реформу. И первое, с чего я начал, началось с идентификации проблем. Там был такой показатель деятельности, как конкурс на одно место. Я сразу сказал, но это не может быть показателем агентства, потому что конкурс на одно место зависит от состояния экономики, от ситуации в экономике. Мы же не враги нашей экономики, чтобы как агентство работали на то, чтобы в экономике было меньше рабочих мест. Тогда больше конкурса на госслужбу будет. Мы определили доверие госслужащих к принципам меритократии, так называемой, то есть движения по заслугам, чтобы они были уверены, что их продвижение зависит от их заслуг, от их умения, знаний, квалификации. Ну вот представьте парадокс. С 2003 года закон позволял назначать по переводу. Вот обычно из школы в школу школьника переводят, запрашивают характеристику. У нас 8 лет назначения по переводу шли даже без запроса элементарной информации о том, как человек работал. Вот только с сентября это заработало сейчас. И в прошлом году 74% всех назначений были осуществлены по переводу. Олег Мухаммадьевич, ну вы же знаете известный, знаменитый анекдот про казмуной газ, да? Как набирались там, на первом этаже сидят лоры, доры, жоры, вы знаете, да? Да, да, да. Случайно уцелевшие кадры. Да, живчики, зайчики. Да, живчики, зайчики, но это же правда на самом деле. То есть в основном у нас на работу берутся родственники, как правило, по знакомству, по звонку. Это же правда? Я через 10 лет имел возможность сравнить. Я скажу, что по сравнению с серединой 90-х ситуация изменилась к лучшему. Если в середине 90-х при смене министра Акима иногда до 60% аппарата сменялось в течение 2-3 месяцев, то сейчас пиковое значение доходит до 20-25%. То есть три раза снижение, да, практически. Но с другой стороны мы видим, что сейчас вот по ключевым должностям недавно пришла ко мне бывший председатель какого-то комитета и говорит, что ее комитет передали другому министерству. Министр, даже не встретившись с ней, не приняв ее, передал через кого-то, пусть пишет заявление. Но это, конечно, не государственный подход. Этот человек 20 лет работает на госслужбе, прошел ступень. Государство и общество затратили огромные деньги. Нет, вот пусть уходят. Мы сейчас после достаточно большого, наверное, перерыва начинаем защищать рядовых госслужащих. А каким образом? То есть люди могут к вам обратиться и сказать, что их на самом деле не честно уборили? Не только могут, но уже обращаются. Ну, я приведу один просто пример, может, не называя... То есть вы можете восстановить, да? Ну, недавно даже такой пример, что один руководитель департамента в каком-то ведомстве, он просто нагрубил женщинам в его подчинение. Они обратились, провели расследование. Этот руководитель департамента извинился. Но сейчас мы написали представление, чтобы ему был объявлен выговор. Вы еще говорили, что госслужащий не должен задерживаться на работе допоздна. В идеале да, в идеале да, потому что я еще как бывший министр труда скажу, что восстановление рабочей силы очень важно, чтобы он восстанавливал свои силы, чтобы отдача была от него дальше. Если он каждый день, все абсолютно будут работать по 15 часов, задерживаться до 11-12, утром приходить в 8, конечно, отдача от него будет меньше. Это зависит от множества факторов. Но вы знаете, основная часть госслужащих так и работает, то есть продолжает. Почему у нас очень много незамужних, девушек, 30-летних? Я согласен, я согласен. И вот, во-вторых, это вот отдача от них. Во-вторых, это, конечно, для молодых госслужащих, это же проблема будущего. Они же должны находить друг друга, создавать семью. Это будущее Казахстана. Поэтому несколько условий для этого. Во-первых, правильное распределение человеческих ресурсов между госорганами. Это требует функционального анализа. Кто за это должен нести ответственность? Функциональный анализ проводится в Министерстве экономики. Я знаю, что сейчас в планах Министерства есть проведение такого анализа. Во-вторых, правильное распределение ресурсов внутри министерства. То есть руководители и госорганы тоже внутри должны себя анализировать, как равномерно загружать своих работников. В-третьих, свежая тема, это целина для нашей науки отечественной, это организация труда госслужащих. Мы в этом году впервые заложили в бюджет деньги на научные исследования. То есть как правильно организовывать работу? Это касается и самоорганизации, это касается руководителя. В-четвертых, нужно упорядочить информационные потоки. Вот сейчас, буквально вчера, я по результатам 2011 года, проанализировав информационные потоки, подписал приказ, которым в два раза уменьшается объем информации, предоставляемой нашими территориями нам. Там были вообще абсурдные иногда потоки информации. Например? Это же все. Например, мне неудобно даже об этом говорить, но, например, была информация, касающаяся каких-то частных мероприятий. Участвуют ли там госслужащие. А куда смотрят руководители ведомств? Ну, это когда-то создавалось, такие потоки создавались. То есть это необходимость, да? И вот в этом направлении руководители ведомств тоже не учили их этому. Поэтому важно, чтобы в Академии госуправления были курсы для вновь назначенных руководителей ведомств. Одна резолюция неправильно наложенная, она может создавать работу для десятков людей. И не было хаотичных запросов. Это создает хаос и невозможность планировать работу. Алихан Мухаммадеевич, а кто сегодня эффективнее? Молодые топ-менеджеры или же управленцы со стажем, с опытом? На госслужбе у нас более-менее равномерно представлены все группы от 20 до 30, 30-40, 40-50 и свыше 50. Исключение от 30 до 40, они чуть-чуть их больше, чем других. Во-вторых, я вижу, что есть новая генерация, где-то от 25 до чуть больше 30 лет, которые очень одаренные и которые быстро все схватывают. Но это и особенность возраста, и я вижу отдачу от программы «Балашах». Видно, как далеко смотрел президент в свое время, в трудные годы для Казахстана, создавая программу «Балашах». Сейчас мы видим, вот у меня из 39 госслужащих административных в центральном аппарате, из семеро выпускники программы «Балашах». 24 года начальник управления, хотя некоторые скептически относятся, но вот я вижу, как она работает, начальник управления. Там 27 лет заместитель директора департамента. И вот недавно, только 6 месяцев назад, мы приняли специалистом, она стала потом главным специалистом. Просто я вижу, насколько они ответственны к своим обязанностям. Вы знаете, что про поколение 80-х, вот пишут даже отдельные статьи, я вот недавно читала одну статью, и там пишется о том, как раз, что с людьми 80-х годов рождения, да, с ними нужно быстрее говорить, они быстро все схватывают на лету, не любят разговаривать, они могут даже сказать своему шефу, я занят, я перезвоню. То есть это совершенно новая категория людей. Да, да, и все же они менее зашоренные. Вот мы же все же, вот мое поколение, мы вышли из строгой иерархической системы. Когда считалось, что в Кремле самые-самые умные, потом менее умные в Садовом кольце, еще менее умные сидят в столицах республики и так далее, и так далее. А у них этого нет. То есть они более свободны. Александр Мухаммедеевич, как вы думаете, в каком возрасте у человека жизнь только начинается? Для живого и творческого человека любой момент – это начало жизни. Любой момент. Это человек живет уже пройдено, прошлое это осталось. Вот начало этой жизни. Любой момент. И в 80 лет у меня есть очень близкий мне человек, вот Академик Шарманов. Глядя на него, можно считать, и в 82 года – это начало жизни. А сколько вам сейчас лет? Педагогически – 53. Через неделю – 53. А насколько вы себя чувствуете? Ну, я чувствую себя… Я не измеряю это годами, но когда я встречаюсь с одноклассниками, со своими близкими друзьями, то я ощущаю себя… Вот если встречаемся с одноклассниками, я ощущаю себя как старшеклассник. Когда встречаюсь со студенческими друзьями, мы начинаем ощущать себя как студенты. Когда играешь в футбол, допустим, вот в субботу мы играли, тоже отдаешься игре и забываешь. Надо уметь, кроме всего прочего, мне кажется, создавать и находить компании, сообщества, где иерархических принципов нет. Вы владеете языком жестов? Вот, например, для вас важно, когда человек при общении с вами, например, почесал ухо. Вы на это обращаете внимание? Я не обращаю на это внимания, но, в принципе, есть традиции, есть особенности нашей культуры. Допустим, если рядом сидеть, то чуть-чуть за руку держать, либо за плечо как-то прикоснуться. В разных культурах это по-разному. Традиционная казахская культура характеризуется, наверное, в первую очередь толерантностью. И толерантностью, и терпимостью, и открытостью. Вы больше социолог или психолог? Вообще, я думаю, что если брать мужчины, наверное, большей частью ближе к социологам сами по себе. Женщины, наверное, больше психологи. Поэтому, мне кажется, в двухсторонних индивидуальных отношениях, наверное, женщины сильнее. А в общественных отношениях так исторически не потому, что... Это индивидуально, конечно, есть и такие люди, но несколько тысячелетий уже мужчина проводил больше времени, общаясь с новой средой, с новыми людьми. Наверное, это закладывается в генах. Но, судя по моей биографии, я, наверное, ближе к социологии, нежели к психологии. А что бы вы хотели изменить своих родных и близких, как социолог? Это, ну, интимное, наверное, дело. Менять что-то в близких людях, с которыми уже чисто человеческие отношения установились, очень сложно. Потому что с ними у тебя установились отношения, когда вы были такими, как и есть. У меня вообще своя формула, что, допустим, дружба – это обязательно диалог. Любовь может быть и монологом. Но диалог может закончиться? Да, конечно, как любой диалог. Но, наверное, хорошая дружба отличается тем, что даже независимо от социального расслоения, в разных социальных группах, независимо от уровня образования, находятся темы не столько для обсуждения, сколько просто для общения. Иногда с другом можно просто посидеть, помолчать, все равно отношения от этого. Есть друзья с детства, с которыми, конечно, я не буду разговаривать о глобальных проблемах или о проблемах госслужбы, но с ними интересно. Какой интерес у вас может быть с вашими одноклассниками, которые не имеют к политике никакого отношения? Вам интересно на самом деле с ними? На самом деле интересно. Более того, это потребность. Мне кажется, это человеческая природа. Потому что, да, есть люди, для которых, может быть, все подчиняется интересам каким-то. Но, мне кажется, слава богу, этих людей не большинство. А вам в жизни часто приходилось меняться? Нет, мне кажется, что можно говорить об эволюции взглядов. Толстого как-то спрашивали, почему вы в этот раз говорите об этом по-другому, чем говорили несколько лет назад. Он тогда сказал, по-моему, я не канарейка или не воробей, чтобы чирикать одно и то же. Но вы часто меняете свое отношение к тем же самым вещам, к телефонам, к напиткам, блюдам? Нет, нет, в целом, если брать общее, концептуальное, у меня нельзя сказать, что меняются отношения. Но новые знания, новые понимания приходят. Приходят и не может человек смотреть на вещи так же, как он смотрел, когда ему было 15 лет. Вот вам 53 года. Вы чувствуете, что вы меняетесь? Поменяли какое-то свое отношение к чему-то, да? Стали больше себе позволять что-то? Это же непрерывный процесс обогащения, новое понимание, новая информация. Но в той формулировке, как кризис, я этого не чувствую. Жизнь неинтересна, как я уже до этого говорил, в любой момент важно находить интересную сферу приложения своих способностей. А вот если взять касательно семейных отношений, да, вот в вашей совместной жизни с вашей супругой, вот ей приходилось в ваших характерных чертах что-то менять? Мы как-то, мне кажется, взаимодополняем друг друга, и у обоих есть понимание того, что нельзя сосредотачиваться на желании изменять чего-то. Ну, что-то в партнере, там, в друге, в супруге. И, мне кажется, это помогает нам сохранять взаимопонимание. Ну, и уже сколько? 20, больше 20 лет. Больше 20 лет ваша супруга никогда не пыталась изменить вас? Ну, может быть, она пыталась, может быть, это же не делается так, что вот я сегодня объявляю, что завтра ты будешь другим. Но это взаимовлияние всегда идет. Но каждый же человек знает о своих недостатках. Вот какие у вас недостатки? Ну, я не знаю, каждый ли человек анализирует свои недостатки. По крайней мере, видишь то, над чем еще нужно работать. Неужели у вас нет недостатков, получается, по-вашему? Почему? Чем вы не ответили на вопрос. Чем вы не отвечаете на вопрос. Мне кажется, что лучше работать над этим внутренне, понимая свои недостатки. То есть вы не хотите об этом говорить, да? Ну, мне кажется, что это неинтересно вам. Хорошо, давайте нам так стало бы очень интересно узнать о ваших недостатках. Хорошо, вы не хотите говорить о недостатках. Можете ли вы назвать себя идеальным? Нет, абсолютно нет, конечно. Почему? Во-первых, потому что идеального человека, наверное... Ну, это общепринято, да? Общепринята теория, что идеальных не бывает. Но вы стремитесь к совершенству? Вы перфекционисты? Это, мне кажется, долг каждого человека – стремиться к совершенству. Но у каждого, во-первых, свое понимание, наверное, этого совершенства. Хорошо, тогда можете назвать лучшие человеческие, качества, которые присущи вам. Ну, это тоже, мне кажется... Ну, например, вы добрый человек. На грани... Щедрый ли вы человек? На грани некорректности, потому что лучше пусть об этом скажут те, кто меня хорошо знают, общаются, мои близкие, друзья. Хорошо, мы поставим по-другому вопрос. Вот недавно было 8 марта. Какие подарки вы сделали своим женщинам? Я... Ну, обычно, традиционно, это, конечно, цветы. Ну, это не главный подарок для женщин, поверьте. Особенно для Динары. Я с супруги купил, ну, элемент одежды, аксессуары. Дочерям? У вас двое дочерей? Дочь одна у меня. А, дочь одна. Ну, дочь сейчас учится за границей. Я ее поздравил. Ну, подарок я куплю перед ее приездом. Как вы думаете, какие качества раздражают женщин в мужчинах? Ну, женщины более, может быть, более пунктуальны в целом. Может быть, иногда их раздражает меньше пунктуальность мужчин. Скажите, а вас легко обмануть? И вообще, как вы относитесь ко лжи, к обману? И можете ли себе подобное позволить? Нет, ну, надо исходить из того, что это грех. Если это приводит к примирению людей... То есть ложь во имя блага, да? К примирению, но не для всего блага. Примирению, остановлению конфликта, к спасению людей, тогда можно использовать недостоверную информацию. А бытовую ложь можно использовать? Мне кажется, нет. Нельзя лгать. Нельзя лгать, потому что это потом может войти в привычку. А вас часто обманывают? Бывали, но обман, обман уроди. Как вы обычно поступаете, когда узнаете, что вы просто обманули? Не то, что обманывали. Я в силу своего рода деятельности сталкивался просто с клеветой, с обливанием грязью со стороны людей, с которыми приходилось проводить много времени. И как вы реагировали на это? Ну, это больно, но с другой стороны, раз ты ввязался в какое-то дело, в какой-то род деятельности, ты должен быть готов, исходя из уровня развития политической, общественной культуры, и исходя из особенностей этого переходного периода. А вы чем отражаете? Больно, но я стараюсь, по примеру своего отца, прощать. Хотя это оставляет рубцы, конечно. То есть вы не даете ответный удар? Я стараюсь не тратить свою энергию на то, чтобы искать способ ответить и так далее, потому что это затягивает. Это же затягивает, этот процесс может потом превратиться в главный процесс твоей жизни. И я знаю людей, которые занимаются пасквилями, я знаю людей, которые целенаправленно лет 5-6 назад начали вести против меня такую информационную войну. Знаю, что некоторые из них просто сидят за компьютерами и обливают грязью. Ну, это их выбор. Если это им интересно, пусть тратят на это свои силы. Но я не хочу позволять себе затягивать. Интересно, а когда вы перестали эмоционально реагировать? Потому что этому же нужно научиться, потому что не сразу же вы начали спокойно реагировать на те же комментарии, которые оставляют в интернете. И потом, как правило, предатели, вот именно же предатели выкладывают какую-то информацию инсайдерскую. То есть вы после этого... Нет, ну, во-первых, конечно, когда общаешься по работе с людьми, которые когда-то занимались информационными технологиями, то начинаешь понимать, что, да, оказывается, такие есть. Ну, люди, которые занимались составлением ложных статей под ложными фамилиями, именами и так далее. В молодом возрасте я увидел, я знаю таких людей. Они высокопрофессиональные, но у них нет моральных каких-то ценностей, которые удерживали. То есть для некоторых людей получается без разницы. Он может написать сегодня, а вас очень плохо, а вас завтра, а вас очень хорошо, под разными именами. И для него это получается как часть работы. И он не переживает ничего. А вы переживаете? А почему я должен переживать из-за того, что он вот так написал? Я знаю, вот лет 6-7 назад мой тогдашний помощник мне говорит, вот пришел к нам в аппарат человек, который меня уговаривает всю ночь сидеть за компьютером и писать вот комментарии такие. И я помню, когда первый раз на зону Кейзет меня пригласили на интервью. Интервью Мизинов, он предупредил меня, что завтра будут такие-такие комменты, страшно, вы не переживайте. Я говорю, слушайте, ну человек даже боится даже под таким комментом себя обозначить, написать свое имя, фамилию. Почему я должен реагировать на это? Ну почему я должен реагировать? А потом, когда занимались этим уже люди, имеющие большие финансы, большие информационные возможности, мне даже стало интересно. Слушай, ну, имея сотни миллионов, имея огромные информационные ресурсы, они на меня обрушились, ну, значит, я чего-то стою. Вам хотелось бы иметь такие ресурсы? Для созидательной работы, да, но не для обливания кого-то грязью. Я тогда уже подумал, а что было бы, если бы у этих людей были телеканалы, что бы они сделали со своими оппонентами. А сколько у вас френдов в Фейсбуке? У меня уже более пяти тысяч, поэтому сейчас, ну, уже лимит исчерпан, вот как вышла надпись. Сейчас мне порекомендовали удалять тех, кто там не тот, ну, представляется не так, либо без фотографии. Вы уже составили список тех, кого вы удалите? Вы наверняка просто половину и не знаете, да? Если не большую часть. Я, наверное, процентов 95 не знаю, наверное. Но в Фейсбуке вы сами? В Фейсбуке я сам. А в Твиттере? В Фейсбуке я сам, но я лимитирую свое время нахождения там, потому что я не могу позволить, во-первых, в рабочее время. Самый больший поток – это предложение дружить, да. Затем иногда задают вопросы. Иногда, кстати, и по работе я пересылаю, прошу позвонить по такому номеру или написать туда-то. И это тоже помогает. А что касается Твиттера, у вас есть аккаунт в Твиттере? У меня аккаунт есть, но я не активный пользователь Твиттера. У меня большая активность в Фейсбуке. Но я, во-первых, ограниченность времени. Во-вторых, что касается информационных поводов, связанных с моей работой, я думаю, что все же корректнее использовать сайт агентства. А мне кажется, что сейчас, наоборот, Твиттер – это же очень полезная вещь. Потому что если вы будете подписаны на тех людей, которые являются ньюсмейкерами в нашей стране, вы будете первым получать ту информацию, которую вы получите только через какое-то время, через информационное агентство. Первым, если я все время ношу с собой эти гаджеты, либо все время включу, держу. Но тогда я должен… Все же работа предполагает сосредоточенность на чем-то и все время отвлекаться на сообщения. Поэтому я даже мобильный телефон в другой комнате часто оставляю в рабочее время, чтобы… Надо уметь сосредоточиться. За это мне платят зарплату. Какую зарплату вам платят, кстати? Ну, моя зарплата составляет около 750 тысяч деньги в месяц. На что вы тратите деньги? Ну, разные. Ну, во-первых, на еду, как в любой семье, конечно, пропитание. Затем на удовлетворение других потребностей. А в основном это какие потребности? Книги, опять же, создавать возможность своим детям получать информацию через интернет, учебные пособия, литература для них. У меня неплохая библиотека. А какую литературу вы предпочитаете больше всего? Совершенно разную. Я, как правило, держу… Ну, библиотека у меня неплохая. Я беру в одномоментно примерно 10, наверное, книг, которые я в зависимости от потребностей и настроения читаю. А что вы сейчас читаете перед сном? Ну, сейчас я читал последнее Шаламова, Памука, Оруэлла, вот сейчас последнее, наверное. То есть вы можете одновременно читать, да, несколько книг? Да, я читаю вот таким образом. Ну, иногда я, когда мне доставляют удовольствие, потом брат переодетки до Влатова, Огенри, ну, такие более, такие создающие, соответствующие настроения. И иногда классику. Алихан Махмедеевич, вы из многодетной семьи, у вас 9 детей, вы являетесь 8-мым ребёнком. Вот если вспомнить воспитание ваших родителей, о чём чаще всего вам говорили мама и папа? Ну, во-первых, они воспитывались своим примером больше. Помню, например, когда мама болела и держала пост. Я был маленький, я говорил, ну, почему вам никто не видит, не съесть сейчас, не покушать. Она мне сказала тогда, что Всевышний всё видит. Не только дела, но и помыслы. Это, конечно, это и есть воспитание. Ну, и отец считал, что учёба, учение, образование – это очень важно. И когда я начал работать инженером, всего через 10 дней у меня был оклад 130 плюс премиальные. Предложили перейти на кафедру ассистента, где 120 рублей без премиальных. Отец сходу сказал, иди. Я знаю, что у ваших родителей была большая разница в возрасте, да? Почти 20 лет. 18 лет. 18 лет. А какая разница в возрасте между вами и вашей супругой? 11 лет. 11 лет. Ну, кстати, мою маму звали Хадиша, и супругу мою зовут Хадиша. Но мужчины, как правило, ищут образ своей мамы в женщине. Это совпадение или нет? Ну, это совпадение, это совпадение. А что для вас главное в женщине? Браки совершаются в небесах, крыльцы. Да. Что для вас главное в женщине? В целом… Прежде всего, женщина… Доброта и ответственность, наверное. То есть, если женщина добрая, но не безответственная, она может вам и не понравиться. Нет, это же… Или же альбома не добрая. Мы же не говорим о том, чтобы понравиться… Ну, понравиться может, конечно, в первую очередь красивое и так далее, да? Но нравиться и иметь отношения – это разные вещи. А с какими женщинами вам интереснее? Вот с 30-летними или же с женщинами вашего возраста? И возраст имеет значение при общении? Возраст имеет… Ну, в первую очередь, если старше тебя, конечно, отношением добавляется какое-то уважение к возрасту, да? А в остальном, мне кажется, не играет слишком большую роль. Вам часто приходится краснеть, стесняться за свои ошибки? Ну, вы знаете, вот особенность, наверное, памяти, может быть, у большинства людей, то, что если ты совершил ошибки, за которые приходилось краснеть, то их помнишь все же. Ошибки помнишь больше, чем достижения какие-то. Я помню в детстве какой-то был поступок, который я долгие годы помнил. Хотя это было мелочью какую-то, но все равно помнил. Но, наверное, в зависимости от того, как потом это соотносится с твоими ценностями. Алихан Мухаммедевич, вы очень хороший оратор, и все это знают. Вы часто выступаете перед публикой, и вы наверняка знаете, как сделать так, чтобы вас слушали. У меня дед по матери, говорят, был оратором. Потому что тогда это была необходимость, чтобы кто-то в ауле умел состязаться, потому что решения принимались по результатам этих словесных состязаний. Плюс я работал преподавателем в институте. И мама наша, она очень большое внимание уделяла формулировкам мысли в детстве. Отец, кстати, он учил сдержанности при этом. Говорил, что если у тебя эмоции переполняют, и ты думаешь, что сорвешься, скажешь грубость какому человеку, запиши это и прочти. Вот вы, как глава агентства по делам госслужбы, наверняка сможете ответить на этот вопрос. Я вот, будучи диктором на телеканале Хабар, часто смотрела новости и удивлялась некоторым людям, которые занимают высокий пост, могут быть директором департамента, заместителем Акима, то есть занимать какую-то высокую должность, да? И при этом двух слов не могут связать. Вот я всегда удивляюсь, я думаю, ну как человек, который не может выразить свою мысль, может управлять людьми? Ну, вы знаете, я занимался наукой и знал на кафедре в Москве, в Московском автодорожном, хороших ученых, которые не умели читать лекции. Но они были при этом очень хорошие ученые, они проводили лабораторные исследования, они защищали диссертации, у некоторых из них был даже дефект речи, но они были очень хорошими учеными. Мне кажется, что не у всех род деятельности связан с умением красиво излагать, хотя с развитием политической системы у политических государственных служащих это, конечно, такая квалификация, она становится все больше и больше потребностью. А вы на эту тему разговариваете со своими детьми? У вас довольно взрослые дети, вы объясняете все эти вещи им? Если они спрашивают, интересуются, то я объясняю. А они спрашивают или нет? Ну, бывает иногда вот что-то не прямо в таком виде, но бывает иногда, что они задают вопросы. Мне интересно, как вы относитесь к нашей оппозиции? Ну, если их брать как явление, отношусь положительно, считаю, что это необходимые условия развития страны. Во-вторых, Аллах создал людей разными, и не могут все относиться одинаково. Во-вторых, Абай показывал нам пример, что тот, кто неравнодушен к своей стране, он видит и проблемы. В свое время я сформулировал такое, свое понимание этого, что проблем не видит равнодушные, но достижения не видит слепой. Я бы рекомендовал, чтобы те, кто видит проблемы, чтобы они признавали и видели достижения. Тогда это будет честный подход. Но если кто-то концентрируется только на недостатках, это уводит, мне кажется, по ложному следу. И, кстати, они постепенно потом начинают загонять себя в край сегмента, спектра этого, маргинализируются. И те СМИ, которые ведут их по ложному следу, они тоже служат хорошую службу, в том числе и демократии, потому что из-за этого участие населения начинает формироваться мнение, что демократия – это всегда очернение кого-то. Нет, демократия – это состязание в созидательности, в первую очередь. В начале этого года в нашей стране прошли выборы в парламент. Вы же ходили тоже голосовать? Конечно. За кого вы отдали свой голос? За свою партию? За Ахжол. За Ахжол? Да. А как вы относитесь к тому, что в последнее время чаще говорили о том, что в Ахжоле теперь только бизнесмены? И это правда? Нет, это неправда. И так говорят, как правило, те, кто хочет каким-то образом, наверное, уколоть. Я вижу, что… Разве это плохо? Ахжол сейчас поднял на новую высоту внутри партии, на демократию. Я иногда… Хотя я мало времени уделяю, но я иногда читаю все же прессу. И, во-вторых, мне кажется, они взаимодополняют друг друга. Там есть представители творческой интеллигенции, есть общественные деятели, есть представители предпринимательства, но это же передовые люди. Все же это новое явление для Казахстана, класс предпринимателей. Ведь советская власть в 20-х годах методично, когда уничтожала элиту казахской нации, она уничтожила сначала тех, кто занимался политикой, а затем всех тех, кто в сегодняшнем понимании был бизнесменом. Когда они придумали термин «бай», это «бай» означало «богатый», а превратили в класс какой-то. И быть предпринимателем тогда это уже было антисоветской деятельностью. Потом уничтожили духовенство, потом тех, кто верил изначально в советскую власть и так далее. И вот когда истребляли элиту казахской нации, они истребили в том числе зарождающееся предпринимательство. А сейчас возрождается предпринимательство, и ведь мы должны понимать, что это предприимчивые люди, бизнесмены, они рискуя своими средствами, вкладывают свою энергию, знания, чтобы создавать рабочие места. А что можете сказать на сегодняшний день о казахстанской элите? Что для вас значит элита? Я думаю, что к нам приходит новое понимание элиты, и идет формирование новой элиты на основе новых ценностей. Мы пришли к независимости обществом с сильно размытыми ценностями. Хотя некоторые пытаются идеализировать. Вас можно вывести из себя? То есть такое возможно? Со временем начинаешь понимать, что если злишься, ты начинаешь проигрывать. То есть ваш главный рецепт – это просто не злиться? Нет, не просто не злиться, а уметь анализировать и вести себя достойно в любом случае. А как вы ведете себя с вашими подчиненными? Вы можете себе позволить накричать или сказать какие-то грубые вещи? Нет, кричать я не позволяю. Но вы жесткий руководитель? Можно сказать, что я требовательный руководитель, но я уважаю их достоинства. Важно, чтобы подчиненные не прислуживали, а служили. И, по крайней мере, я стараюсь руководствоваться таким подходом. Но вашему опыту можно верить? Ну, можно верить, можно не верить, но это мой опыт. Ну, я думаю, что наши зрители многому поверили сегодня, потому что наша задача в нашей программе «Статус-кво» – максимально раскрыть наших гостей. И сегодня, я думаю, что нам это удалось сделать. Поэтому мы хотим вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Это была программа «Статус-кво». И сегодня у нас в гостях был Алихан Байменов. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана». И спокойной ночи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алихан Байменов